Здрасте! У нас тут 22 ферма продолжается. И что у нас вообще интересненькое есть? Во-первых, у нас нет денег, но это ладно, это привычное дело. Нам нужно, друзья, вот это вот поле закультивировать. А вот это поле у нас там типа готовится к посеву, но сейчас август. В принципе, можно уже посадить канул, но я на самом деле не очень хочу сажать на зиму. Мне кажется, весной лучше всего это дело будет сажать. А еще надо подумать, что мы будем сажать. В принципе, канула интересный вариант. Можно, в принципе, и сейчас все засадить канула, но тогда нам придется просто тупо до сбора мотать время. Хотя есть такая вероятность, что так и будем делать. Как много тут всего есть, а? Ладно, с этим мы разберемся. Для начала в любом случае нужно закультивировать вот это поле и отправим мы валерона работать. Обычного наймета, которому нужно дохрена денег слишком платить. Подцепляем все вот эти вот штуки, что у нас здесь лежат. Заводим двигатель и нанимаем работника. И хоп, работник поехал. Вроде как он тут, ну, более-менее в смысле мешает объект. Ты что, по-твоему, я объект, что ли? А ну-ка иди сюда. И правда, я объект. Ах ты падла, а? Ладно, мы с тобой еще разберемся. Значит, есть у нас еще трактор с сейлкой. Мы сейчас сеять ничего не будем. Или, блин, посеять все-таки ее на зиму. А можно, в принципе, и на зиму посеять. Блин, а это поле, кстати, нуждается во вспашке. Че я его пошел культивировать? Давайте вообще посмотрим, что у нас по полям. Горячие точки. Прикольно. Состав почвы. Вот это вот мне вообще прям не нравится, как сделано. Я вообще не понимаю, где мы находимся. У нас вот здесь вот поля наши, да. Они, в общем-то, все нуждаются во вспашке. Поэтому, дружище, иди сюда. Что ты думаешь? Я тебя не догоню. Я бегать быстро научился, кстати. Все, отменяем ему работу. И давайте куда-нибудь его припаркуем. Работа. И работника остановлена вручную. Спасибо, капитан Очевидность. Вот. Значит, есть у нас еще один трактор. Его мы тоже. Пойдем пока просто припаркуем. Там вроде, кстати, семена загружены, да? Да, семена загружены. Классно. Есть несколько семен. Кстати, это Вальтер, который в неправильный цвет покрашен. Представляете? А че ты не едешь? Ага. Оказывается, у меня вроде автомат стоит, и я могу по передачам клацать. А если ты не едешь, то это одна и та же кнопка. Неудобно, неприкольно. Ладно. Блин, да, непривычно, что, короче, передачи переключаются. Ну ладно, мы к этому еще привыкнем. Дружище, давай мы тебя припаркуем куда-нибудь вот сюда. Нам надо съездить в магазин и, друзья, сделать некоторые покупки. Во-первых, нам нужно собрать всю эту солому. Для этого нужен фуражный прицеп. И, конечно же, мы купим самый дешевый. Самый маленький, просто чтобы собрать солому. Может быть, даже имеет смысл его в аренду. Вообще, кстати, знаете, что я еще думал? Надо взять контракт какой-нибудь сделать. У нас тут есть контракт на сбор урожая. Мне именно вот их почему-то хочется делать. Опрыскивание. Хрен его знает, если честно. Опрыскивание и удобрение. Давайте возьмем вот этот контракт. Вот прям мне что-то хочется. На овес. Мы его принимаем. Это поле 21. А чего ты не принимаешься? Одна, другая кнопка нынче. А поле 21 у нас где? Поле 21 у нас далеко. Вот оно. Созревшее прекрасное поле. Кстати, можно же пообновлять контрактики. И тут появится больше на сбор урожая. Во! Короче, вот эти вот все поля я хочу поубирать. И везде зерно. Пшеница, овес, канола. Короче, вот. Большая уборочная у нас. Ха! Не знаю, сколько времени это у меня займет. Кстати, контрактов можно брать сразу много. Без всяких модов. И это классно. Давайте начнем с того, что поближе. У нас поля 38-40. Примерно вот эти. Вот 43, например. Пшеница. И 46. Вот возьмем, у вас уже есть активный контракт. Понятно. 3 максимум можно брать. Ну ладно, 3 на самом деле это хорошее число. Дого на поле 43 нам надо как-то попасть. Поле 43 у нас довольно... Оно здоровая зараза. Ладно. Где наш суперкомбайн? Вот он. Поехали на поле 43, поставим тебе работать. Вообще, у меня есть теория, что, короче, мы не сильно много денег заработаем за контракты, потому что будет работать наймет, которому мы платим зарплату. А типа на высоком уровне сложно. Может, по крайней мере, на старте 19-й фермы так и было. Там это было не сильно выгодное удовольствие. Но, с другой стороны, у меня стоит мод, чтобы воровать соломку из чужих полей. И поэтому, в теории, мы можем, если там пшеничная соломка, наворовать этой соломой и потом ее продать. И вот как его грамотно поставить в работу на таком кривом поле, а? Кто мне расскажет? Ну, я думаю, вот отсюда будет вполне себе норм. Есть давай, убирай чужое поле. Соломку он нам оставляет. В теории, я ее смогу украсть, если мод рабочий. Я еще не проверял. С этим пацаном, в общем-то, понятно. Далее. А вот этого пацана надо ему придумать работенку. Например, доехать вот сюда. Ты же должен правильно доехать? Давай вот сюда. Вот так вот. И начать работу. И он поехал. Отлично. На самом деле, в какой-то степени вот это более-менее удобно. Но надо, наверное, привыкнуть. И он периодически. Хотя вот выехал нормально, что-то даже по дорогам едет. Мне написали в комментариях, кстати, что тут именно дороги проложены у этих маршрутов. Типа в карту прописано, это все дело должно быть. Поэтому новые карты, то ли эта херня не будет работать, то ли авторам придется это все делать. Короче, он поехал. Нам нужен, друзья, еще один трактор. Пускай это будет Вальтера. Надо будет ее в магазин отправить. Давайте мы сейлку куда-нибудь и противовес подцепим. И сразу на третью переключается. С первой на третью. Ну ладно. Так, противовес сюда. Есть некоторый тупняк. Непривычно просто. Хотя оно на самом деле типа правильно. Но мы ждем, пока передачи переключаются. И есть некоторая задержка. Это пока что просто тупо непривычно. Как минимум. Короче, отцепляем вот эту же штуку. И вот этого пацана отправляем в магазин. Хороший вопрос, где он находится? Магазин фермерский сад. Но это же не это. Где у нас техника-то появляется? Вот, наверное, это вот это фермерский магазин. Соответственно, вот этот трактор мы отправляем вот сюда. Начать работу. Погнал. И он не поехал, да? Не, он поехал. А почему все? А, тот уже доехал. Все, отлично. Видите, он приехал на поле и нормально. В любую точку приезжает в какую надо. Вроде прикольненько. Почему ты мне пишешь, что надо завести двигатель? Я же никуда не еду. Ну, завел я двигатель. Тебе легче стало? А я знаю, почему он так пишет. Потому что у меня педали мои орут, наверное. Ладно, с этим разберемся. Значит, надо, в общем-то, следить за этим пацаном, чтобы разгружать трактор. Также надо пойти в магазин и купить новое оборудование, которое нам надо. Что у нас сейчас на скидках бэушно есть? Вообще, вот фуражный прицеп я и говорил в прошлый раз, что надо его бы купить. Он, мне кажется, здесь какой-то здоровый. На 46 кубов у нас ни один трактор такой не потянет. Пак для силостных добавок. Вот это приколюха. Кстати, ее можно модифицировать, эту технику. Я говорил в прошлой серии, что нельзя. Или нет? Я говорил, что нельзя в аренду брать. Понятно, да. Я попутал, ничего страшного. Так, начнем с плуга, друзья. Или нет? С чизель-культиватора начнем. Конечно же, чизель-культиватор. Его можно использовать вместо плуга. Распахивать мы ничего не будем. Поэтому берем вот этот вот чизель. Ух ты, тут какой-то новый появился. Большой-пребольшой, 6 метров. А, это который подсеивает. Вместо плуга распределить удобрение. Короче, с удобрялкой еще. Ладно, пофигу. Короче, берем вот этот. 10 тысяч. Мы таким все время пользовались. Он нас не подводил. Это есть. Далее. Грузовые прицепы. Ох, как вас тут не очень много. Ладно. Блин, с одной стороны, вот этот стоит 30 тысяч. Самый дешевый. С другой стороны, там был бушный типа за 46. Но, блин, есть теория, что его не потянет ни один из наших тракторов. У этого вместимость 16 кубов. Прям вообще малютка. Давайте купим такой. Реально, с ним тяжело будет ездить. Но зачем здесь баг для силостных добавок? Я пока не знаю. 40 тысяч, короче. Его тоже покупаем. Во, большая такая хреновина. Давайте сразу посмотрим, будет ли он работать. Надо еще, у нас осталось 46 тысяч, но нам еще кое-что надо прикупить будет. Ну, вроде бы этот трактор, но, хотя нет, он очень здоровый для него. Еще он коровки сзади нарисованы. Ну ладно. Так, а что у нас, кнопочки поменялись, что ли? Опускается на другую кнопочку теперь. Включить. Как подборщик-то опустить? Или его нужно сначала развернуть? Да, его нужно сначала развернуть. Что-то новенькое. Ну, допустим. Нет доступа к этому участку. Логично, я согласен с тобой, что нет доступа. Но, если мы заедем на поле, и доступ уже появится, правильно? Да. О, и даже едет этот трактор. Слушайте, неплохо. И тут новая анимация. Как она наполняется. Прикольненько, прикольненько. Ладно, эта штука у нас работает. Мы ее пока оставим на поле. И сядем вот в этот вот трактор. Потому что надо уже разгрузить комбайн, наверное, да? Хотя лампочки еще не моргают. Подождем, пока он развернется. На самом деле, пока он развернется, мы пойдем съездим, точнее, сбегаем за нашим трактором. Отправим его в магазин. Вот этот культиватор мы продадим. Он нам не нужен. У нас есть чизель-культиватор. И что-то он не хочет ехать, а? А что ты не хочешь ехать? Дать работу, переместиться к цели. Давай едь сюда. Или типа с плугом оно так не работает? Перестал работать, цель недоступна. Какого лешего? А если сюда? Все равно не хочет. Ладно. Мы тогда возвращаемся вот сюда. О, заполнил зеноровой бункер. Да, видимо на 80% он уже предупреждает. Вот там цель недоступна. Я не знаю, как это починить, но потом разберемся. Давайте разгрузим вот этого товарища сначала. Что мы здесь вообще собираем? Я так понимаю, пшеницу, да? Все, максимум. Да, пшеницу мы здесь полный прицеп забить не можем, потому что она тяжелая какая-то, да? Теперь хороший вопрос, куда это все дело надо отвозить? Ваша цель Марисон. Как мне тебя найти? Он никак не подсвечивается. Не круто, не круто. Во, есть Марисон. Я так понимаю, это на поезде надо будет вывозить? Надо будет арендовать поезд. На Марисон это туда. А поезд арендовать это тысяча. Купить здание лесопилка за 100 тысяч? Не, пока, спасибо, не надо. Куда здесь высыпать-то, чтобы в поезд-то перегрузить? Возможно, вот здесь вот элеватор находится. Сюда приедем. Мы заказываем аренду поезда, короче. Где-то здесь высыпаем. Наверное, вот сюда, да? После чего мы потом это все пересыпем в поезд. Как вот эта штука называется, где я нахожусь? Северный ЖД бункер. Значит, вот этот товарищ, на который у нас вот это вот все возит, дать работу, доставить разгрузочная станция в северный ЖД бункер. И работа нерегулярная. Понимаю, загрузка еще позиций. Что, зачем вот это надо? Начать работу и едет в пункт приема. Куда он поехал, хрен его знает. Ну, короче, он куда-то поехал. Он поехал прямо в трактор. Да? Нормально валероны работают? Ну, вот что началось вообще? Дубль два тогда. Сможешь доехать, нет? Давай, ищи, ищи дорогу и доедь. А с тобой-то, друг, что не так? Не, с тобой, видимо, все нормально. Так, все сложно, да. Я тут пока не все понимаю, что происходит. Тут, кстати, косое поле и он херово убирает. Так что ты, дружище, ты чего не едешь? Я же тебе дал работу. Заставить ездит в пункт приема. Он не очень сильно едет, я вам скажу. А деньги, скорее всего, еще жрет нас за это. Ой, блин, я еще и комбайн снял с работы случайно. Так, комбайн восстановили. Кстати, прикольно, что можно его восстановить. Здесь еще и отменилось сразу это все дело. Причина не ясна, но вот как так? Причина у него не ясна. Давай, есть, работай. Да, сложно все, это сложно. Так, доставить на сейс этот самый северный ЖД бункер. Загрузка позиций, хрен его знает, что это такое. Ну, давай, начать работу. Ездит в пункт приема и нихрена он тоже не едет, да? Ну, едь, пожалуйста. Что тебе мешает? Что он на дорогу вывезти? Что мне, кстати, еще не очень нравится, эта карта. То, что она крутится вокруг своей оси. Мне это не очень нравится. Так, ну что, давай вот отсюда. Последняя попытка, дружище, тебе доехать. Иначе ты меня расстроишь. Начать работу. Едет в пункт приема. Во, поехал вроде. Отлично, красавчик. Едь, разгружайся там. Я же хотел перегнать еще вот этот трактор, потому что он что-то перегоняться не хочет. Нам нужно поехать продать вот этот культиватор, потому что он нам не нужен. И подцепить чизель. Ну вот твою ж мать, что ты упал, а? Как мне тебя теперь подцепить? Как мне тебя перевернуть? А что с ним теперь делать? Покупать этот ковш какой-нибудь? Так, вот эту штуку, раз мы здесь, мы продаем. Починить, перекрасить, настроить. Что можно настроить? Ничего нельзя. О, цвет можно выпадать. Ладно, но мы этого не будем делать. Есть состояние и состояние краски. Мы его просто тупо продаем. Продать, да. Такой вот обмен. Продана техника. Блин, как вот эту штуку теперь здесь подцепить, чтобы можно было ее... Вот я придумал себе развлечений, да? А здесь-то суперсилы, технику-то не покрутишь, ничего с ней не сделаешь. Ну, почти ж стало, падла. Во, я не знаю, как это произошло, но она выровнялась. Хе-хе. Ну же, цепляйся. Во, подцепился. Аллилуйя. Все, поехали, поставим тебя в работу, он будешь культивировать. Я ж надеюсь, ты за культивированное место уже поедешь по второму разу. Потому что там же как бы надо пахоту эту. Да, поехал он по второму разу. И, кстати, немножко другая текстурка. Учитель культиватора. Эм, прикольно. Ну, точнее, после чизель культиватора. Наметье закончил работу. Кто такой Наметье? Это, видимо, был ты. О, приехал, высыпался. Молодец. И обратно он не поедет, да? Ну, давай, едь обратно. Едет к цели. Это все понятно. Вроде как даже отсюда выехал. И даже вроде как-то оно, короче, работает. Ладно. Кстати, у нас есть машинка. А поезд арендовать не надо. А поезд нам дали, да? Классно. Паровозик, значит, нам дали. Как тебя загрузить? Я ж сюда. Но здесь же загрузка, правильно? Зерновой вагон. Это вот второй. А, наверное, надо открыть крышку. Было понятно. Хотя, наверное, зерно будет во всех вагонах здесь перевозиться. По эти полувагоны, как в ЗК были. О, ждем мода на камеру. О, пшеница, бункер. Отлично. Все, глушим двигатель. Оно загрузилось. И все отлично. Короче, нам надо вот здесь вот в поезд загрузить это все дело. И отправить дальше по рельсам туда. Тут вот есть точка, ну, короче, которая нам нужна. Наверное, с другой стороны будет какая-то другая точка. Марисонт. Тоже на Марисонт? Серьезно? Можно было сюда отвозить? Ммм, косяк. Ну ладно, уже пофигу. Туда, значит, туда. На американской карте это называется, кстати, Голд Крест Уэлли маршрут. А на Эрлинграте называется Фельсбрун. Если вдруг кому интересно. Что у нас вот это такое? Плотницкую можно купить. То есть, да, некоторые здания здесь можно купить, а некоторые здания надо будет строить из заводов. Ну ладно, разберемся. Так, у этого бункер заполнен. Этот как-то вот он культивирует, но не культивирует. Видимо, тем культиваторам тоже надо будет проходиться, да? Слушайте, ну если верить справке, то тут просто написано, что нужно, прежде чем засевать поле, воспользуйтесь плугом, культиватором, дисковкой или активной, дисковой или, ну вы поняли. Короче, бараной, чизель, культиватором или механической лопатой для аэрации земли. Для работы с почвой механизм нужно опустить. Но есть и текстура здесь совершенно другая. Хотя камни, кстати, лезут тоже. Культивация жневья и культивирована. Рассадница. О боже. Ладно, пока чизели, по крайней мере, ты же снимаешь красноту, правильно? Ты снимаешь красноту. Все, по крайней мере, вот это он делает и это хорошо. Так, а нам нужно опять-таки разгрузить наш комбайн. Поехали, разгрузим. Кстати, довольно быстро это поле убирает. Оно на карте кажется большим, то есть карта-то сама маленькая, поля здесь не очень большие. Все это довольно быстро будет происходить. Давай, друг, всыпайся. Я ж надеюсь, ты потом поедешь. Я вот как увижу, сколько мы денег на наймитов потратили и я потом охренею. Все, полностью загруженный. Давай выведем тебя на дорогу и тоже отправим отвезти вот это все дело на ЖД-станцию, чтобы в поезд выгрузить. Тут мне, кстати, уже писали, что постоянно не хватает собранного урожая для того, чтобы контракт закончить. Сейчас мы это как раз и проверим. Начать работу. Едет в пункт приема. И поехал. Значит, найдет. Все, у нас все работают. Поехали сами тоже поработаем. Нам надо собрать соломку. Можно, в принципе-то, и с этого. С одной стороны, можно с этого поля начать, а с другой стороны, блин, даже не знаю. Наверное, поехали сначала свое соберем. Так, друзья, мы собрали пол пола. Это даже больше, чем пол поля. Надо вернуться, посмотреть, что там у наших работников. Этот уже почти все доделал. Блин, еще камни надо поубирать по-хорошему. У этого товарища как дела? У него все нормально. Он еще едет, но уже было... А, уже все заполнен, понятно. Ой, возвращается. Слушайте. Это ты высыпался и возвращаешься обратно? Ох ты, какой ты молодец. Вот это прям здорово, если так. Только посмотрим, что там. А, в паровозик, да, добавилось. Правда, не предлагала, что сыпать, потому что уже есть пшеничка там. Слушайте, работает классно. Мне прям нравится. Ладно, ждем, пока вот этот парень доедет. Это что тут еще эти олени бегают, что ли? Блин. Так, мне срочно нужно, знаете что? Правильно, бензопила. Ладно, шутка, я не такой. Ну и куда ты, дружище, приехал? А, ты на стартовую точку приехал, да? Что ты теперь покинешь? Место нет? Скажешь, ты закончил работу и типа свали отсюда, перестань жрать мои деньги. Будет идеально. А, это не так работает. Слушайте, а можно получается вот это вот так вот настроить и работать с помощью перегрузчика? Мне кажется, это хорошая мысль. Но перегрузчика у нас нет, поэтому прости, дамочка. Мы тебе останавливаем работу, потом запустим тебя обратно. Тут соломки, кстати, будет чуть побольше, чем на нашем поле. Так, разгружаем тебя, давай. Опять-таки, он неполный прицеп сейчас набьет. Все, максимум 90%. Это грустно, с одной стороны. С другой стороны, не знаю. Выведем его опять на дорогу тогда и опять отправим. Пока везет. Пока не денег столько жрут эти работнички. Это не очень весело. Так, сдать работу. Северный ЖД бункер регулярное. Начать работу. Поехал? Поехал. Молодец. Видимо, надо ставить, чтобы это была регулярная работа. Он будет возвращаться обратно. Прикольно, прикольно. Погнали обратно на наше поле. Что у нас здесь? Свекла растет. Будет потом свеклу поубирать. Так, вот этот товарищ тоже закончил свою работу. Камнями надо будет еще разобраться. Надо разбираться еще, что с этими культиваторами, в чем разница. Это ладно, попозже. Погнали. Дособираем сейчас по-быстрому соломку. Тут 6-7 рядов осталось. 6. 7. 6. Да, 6. Так, здесь мы... А, нет, здесь мы не высыпаем. Высыпаем мы с другой стороны. Там у нас загрузка идет. Высыпаем мы вот здесь, да? Да. Солома начать выгрузку. Высыпайся. Во. Можно, в общем-то, считать, что у нас поле собрано. Там полторы полосочки осталось. Мы, наверное, их соберем такие. Вот эту всю мел... Не, вот эту мелочь мы собирать не будем. Друзья, мы еще после этого урожая поставим это поле зачизелить. Мне кажется, это правильное решение, скажем так. По крайней мере, красноту оно уберет. И вот это поле, кстати, тоже бы надо бы. Начнем с маленького. Хотя, наверное, лучше бы начинать с большого. Но пофигу уже. Давайте начнем с маленького. Все, дружище, погнал. Блин, еще везде известь нужна. Такая грусть, печаль, тоска. Мешает объект какому-то наймиту? А какому? Кто такой наймит Б? Наймит Б это А. Это, видимо, опять я ему помешал. Ну да, я что-то еще объект. Ладно. Поехали дальше собирать соломку. Так, стоям, Ба. У нас вернулся трактор-разгрузчик вот этот. Снимаем его тогда с работы. И опять-таки, нужно разгрузить комбайн. И только что пришла смска, что у нас за час, за последний, мы на наймитов спустили 6 тысяч. И есть у меня подозрение, что это прям очень дохрена. С учетом того, что за этот контракт мы столько не получим. Может быть, оно того и не стоило. Хотя, с другой стороны, ну вроде как на соломе должны будем что-то дополучить. Эх, где курсплей? Где автодрайв? Как плохо без них? Очень плохо. Так, дружище, давай выставляем тебя на дорогу. И даем тебе ту же самую работу, как и было раньше. Все, поехал, поехал, друзья. Я, в общем, тоже за кадром тут это все дело да убираю, наверное. И потом посмотрим, что да как. Так, народ, я выгружаю последнюю солому. На самом деле там еще немножко на поле осталось. Но меня откровенно впадло ее сейчас собирать. И еще у нас остался один куб пшеницы в нашем комбайне. И я не знаю, нужно ли его отвозить. Вообще на 84% у нас выполнен этот контракт. То есть осталось только отвезти груз, по сути дела. Не знаю, как это работает. Тут как бы тоже впадло его ввести немножко. Ладно, давайте заведем двигатель. Один куб 147 литров. Так говоря, ну такое себе. Ну ладно. В общем-то этого пацана мы складываем. Этому даем работу. Это все дело вроде как найдет дорогу. Пускай ищет. Что у нас вообще на полях сейчас? Во-первых, тут у нас камни везде вот эти разбросаны. Их надо будет пособирать. Далее. У нас вот 41-ое поле сейчас культивируется. Тут тоже камни надо будет пособирать. И одно поле я уже закультивировал. 38-ое. Везде еще нужна известь и удобрение. Короче, эти поля надо реально приводить в порядок. И за какие шиши у меня пока вообще нет идей. Еще у меня есть теория, что мы потратили денег на уборку вот этого контракта. Намного больше, чем следовало. Я имею ввиду на зарплату работнику. Тут осталось, не знаю, на пол прицепа салон. Мне откровенно впадло его собирать сейчас, если честно. Потому что у меня 12 часов ночи, я уже задолбался. Еще, кстати, друзья, у нас есть машина. Которая нам, по сути дела, нахрен не нужна. Ее можно продать. Но об этом я подумаю, ладно, уже в следующей серии. Надо этот контракт довыполнить. Тут паровозик. 36 кубов в нем уже заполнено. В принципе, можно добить, потому что я то ли один, то ли два раза еще отвозил. Видимо, два. Десят кубов пшеницы. Сейчас мы этот поезд отправим. Только сюда еще доит последний куб. Выгрузится. Да. Еще у нас здесь переезд, и он вечно закрыт. Ха. Из-за того, что мы поездом перегородили путь. А если бы здесь надо было кому-то проехать? Биогаз. Что у нас тут интересное? Продать дерево. Биогаз? Серьезно? Биогаз. Ладно. Да, кстати, карту я починил. Оказывается, она тут переключается не только вот такой режим. И маленький. Просто еще добавили вот этот вот круглый. Но мне вот этот круглый не нравится. Я оставлю себе так. Мне так больше нравится с миникартой. Потому что я теряюсь. Трактор, кстати, должен скоро приехать. Блин, а 10 поле прям вообще кривое. Убирать его не самое прекрасное будет занятие. 26, кстати, большое поле очень. Но мы и пока поля будем покупать. То, что находится в нашем районе. То есть начнем с 39-го, 42-го, 37-го, 43-го, 44-го, 48-го. Сначала вот эти вот поля прикупим. Потом уже расширяться будем в другую сторону. Так, где там наш трактор? Вон он. Почти переехал. Слушайте, ну едет каким-то образом. Едет. Денег жрет, падла. Вот это не круто. Может выйдет мод, который отменяет зарплату работникам. Я не то чтобы жадный, но просто... Ну это нормально, когда ты не ходишь платить работникам. Хотя в нашем мире это наказывается. Где ты там? Все, высыпался и поехал обратно на базу. Красавчик. Так вот, садимся тогда в поезд. Что вот это за значок такой, мне интересно. Вернуть. Понятно, это здесь аренда поезда. Засыпаем остатки. Заводим двигатель. И отправляемся просто вперед. И в теории сейчас все это дело уедет на... Кстати, по поводу контрактов. А вдруг мы выполняли... Вдруг сейчас засчитается другой контракт. Овес, овес, пшениц. Другой контракт не засчитается. Поезд поедет в пункт Марисона и вернется на другую сторону карты. Хотите, чтобы поезд продал груз? Да, хочу. 25% произведена доставка на поле 43. 25%. Мы убрали все поле и это 25%. Вы поняли, да? То есть этот контракт мы отменяем. И контракты мы отменяем. Все, я не хочу такие контракты. 25%. Вы что, там упали что ли с дуба? Как мне его выполнить по вашему? Я ж не захапал свинеграмма урожая. Ну солома да, но солома это солома. Короче, мне уже писали о том, что всегда не хватает. И я в этом лично убедился. Значит, ждем патча, который это дело поправит. Короче, потратили кучу денег на этих самых наработников. И главный вопрос зачем? Нет, главное нахрена. Ну, по крайней мере, посмотрели, что все плохо. Так тут, понимаете, еще шполе. Сорняков нету, но оно неудобрено и нужна известь. Ну типа, ну пускай в 2 раза больше было бы урожая. Но 25% это четверть. Короче, нас тут где-то обманули. И это нехорошо. Солома, значит. Мы немножко собрали соломы. 233 куба у нас лежит на складе. Но ее, видимо, выгодно продавать в январе. Хотя тут... Не, в январе точно. Разница в цене, конечно, будет большая. Она недорогая, но ладно. Продадим, значит, в январе. Вот это у меня сейчас, короче, тут закультивирует все. И я уже потом не знаю, что буду делать. Может, какие-нибудь контракты на опрыскивание поделаю за кадром. Короче, что-нибудь у нас в следующей серии будет. Но комбайн, ты даже не это самое. Ну типа, не изношено ни хрена. Какого хрена ты... А что ты завелся-то? Я же тебя не завозил. А, я случайно валерона навел. Понятно. Так, а вот этому двигатель-то надо заглушить. Звука воды не стало, кстати. Раньше был звук, когда ты плаваешь и ныряешь. А сейчас этого звука нету. Ломали, короче. Это у нас что такое? Картофель. Картофан, кстати, красивенько сделан. Лучше, чем было раньше. И удобрен он, классно. Вот, ладно, друзья. Благо с нас не списали денег за пропажу урожая. А то все поле вроде бы мы убрали. Встретимся, друзья, тогда в следующей серии. Не знаю, чем мы там будем заниматься. Может быть еще... Так, вот тебя тоже мы снимаем с маршрута. Так вот, я все никак не могу закончить. Короче, да. Про комментарии лайкусики не забываем. У нас есть, кстати, еще своя пшеница. 11 кубов. Ее в теории тоже можно будет продать. Разберемся. Я, короче, разберусь, что тут надо делать с этими полями. Чем отличается вот этот чизель от культиватора, от плуга, как оно тут разная почва. Потому что, видите, она прям совсем разная. Потому что где-то культивация, рыхление, эмульчирование. Со всем этим, короче, надо разбираться. Я это сделаю. Встретимся в следующий раз. Спонсорам, опять-таки, огромное спасибо за поддержку. Хотите смотреть ролики по мере съемки, то спонсорка поможет вам это сделать. Можно скинуться мне на чай. Мне будет приятненько. На этом, друзья, у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилы. И всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok